А мы продолжаем нашу еженедельную рубрику Села, села, полетела и все в порядке Набираем вес к зиме В общем, дорогие друзья, опять же продолжается рубрика Экологически чистых, быстрых и легкодоступных кормушек для наших птиц Потому что кто же, как не мы, спасем, поможем нашим птичкам Перезимовать эту сложную зиму Погода не летная, корма достать мало Тем более цены на газ поднялись В общем, птицам нужно как-то довыживать Все то, что нам нужно будет для приготовления, точнее изготовления кормушки Находится у нас на столе Некоторые элементы, то есть как салфетки, как вот это полотнище Я буду использовать просто ради того, чтобы не замарать этот стол Ну и повещение, потому что наступили холода Нас запустили в теплые места В общем, дорогие друзья, все очень и очень просто Это будет одна из, наверное, самых легких и самых креативных кормушек Которые мы вообще изготавливали хоть раз в этой рубрике Для чего нам нужны палочки? Давайте я вам сейчас схематически показываю, а потом в процессе уже будем Палочки мы связываем, делаем вот такой вот крест Это не от вампиров Нет, ничего такого Это нам нужно будет для того, чтобы у нас был небольшой каркас На который мы будем крепить именно наши элементы кормушки Дальше нам потребуется бечевочка Бечевка ради того, чтобы этот крест держался плотно И мы могли эту же кормушку подвесить на дерево у себя На подоконнике, куда угодно То есть, где находятся птицы Дальше нам потребуется вот такая вот втулка Я использовал втулку от фольги Вы можете использовать втулку от туалетной бумаги От пленки пищевой В общем, нужна вот такая вот круглая картонка Была одна втулка, втулки для меня мало Мне нужно будет еще немножечко стаканчиков Тоже позже расскажу для чего Ну и, естественно, дары природы для наших птенцов Для наших разных там лесных, не лесных, городских птиц Сельских, в общем, для наших птичек И мед Можно еще использовать сахарный сироп Либо же арахисовое масло Но цены на арахисовое масло вы видели Поэтому мед Начнем, наверное, с самого простого И точнее, с самого главного С основы нашей кормушки Мы сейчас скрепим эти веточки Между собой Между собой для прочности Прямо у меня тут как лаборатория Лучшая кондитерская в городе Он уже стая голубей сидит, ждет партии Так, что это? Да это, кстати Перед тем, как снимать вот такие видосики Пробуйте что-то делать Потому что вот эти конфузы сейчас завяжутся А еще кажется, что сейчас узлы вязать не могу Канат рвется Вот, бедолашнему То будет неприятная ситуация, конечно, такая Ничего, у нас ребята талантливые Там по ту сторону камеры Они там все могут Смотрите, как будто я борюсь с нечистью Блейд Так Так, дорогие друзья Завязываем максимально потуже Потому что эти Веревочки Буква Х Харьков Видите? Тут все имеет двойной смысл В общем Нужно завязывать максимально потуже Чтобы эти досочки будут у нас выдерживать Вес наших красивейших птиц Так Вот Все Вот такая у нас Прекрасная Латинская буква Х Получилась Откладываем в сторону Следующее, что нам с вами Понадобится Это Основа основ Наш мед Мед должен быть Что-то по типу клея То есть Соответственно Все, что мы делаем Сейчас Это берем Мед Ребят Все очень и очень Просто Этот мед Типа думает, что я ее не победил Победил В общем Этот мед будет выполнять роль клея У нас уже есть заранее Заготовленный чайничек Нам нужно добавить чуть-чуть воды Чтобы Знаете В нашем языке слова чуть-чуть нету А Чуть-чуть водички Дабы разжижить мед Сделать такой небольшой Сиропчик Сейчас я Я же мамы повар Да не, походу Да не Слышишь Прям маэстро Чешо Та-ра-ра Итак А теперь начинается конкурс Для самых талантливых Есть несколько Способов Как изготовить эту кормушку Первый Самый простой То есть Мы берем эту втулку Без вот этих всяких деревянных каркасов В нем делаем Там, например, два отверстия А можно вообще без отверстий Потому что оно здесь есть Одно большое, как подзорная труба Эту трубку мы Замазали этим нашим сиропным раствором И потом тихонечко Вот так вот посыпаем И, соответственно, вы одеваете на веточку Птица приезжает Говорит Вау, какая вкусный шашлык Там Все дела И кушает себе спокойно Или же Мы не ищем легких путей Поэтому мы берем Целых Четыре Стаканчика Которые у нас будут Одеты вот сюда Но я думаю Дабы птицы Знаете, не устроили себе там Карусели На этой веточке Мы сделаем Гадость Мы вырежем Вот такие вот Отверстики Кстати, это лучше, я думаю, делать Ножом А не ножницами В общем Делаем небольшой Некрасивый аналог втул Но Как говорится Талантливый человек Талантливый во всем Поэтому мы испортим все до конца Так, так Так, ты 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 Купачки 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 Вот И у нас с вами получится Вот такая вот Прекрасная подзорная труба Эту подзорную трубу Мы с вами Много подзорных труб у меня Чего-то Слишком стало Обмазываем Нашим сиропом И проводим Одну Небольшую Маневренную Манипуляцию Мы Либо же погружаем Либо же начинаем Вот таким вот образом Чик-чик-чик И у нас с вами получается Вот такая вот Красота Поэтому Одну Мы откладываем Сушиться И делаем еще Таких же Четыре штучки Поэтому Дорогие друзья Если Что-то Отвалилось Значит То было Не нужно Это Как Жигулями А представьте Звонит Мне мама Там Или папа Чем ты занимаешься Та я Тут Важные Дела Ты Шо Ты Спасаю Птиц От Голода А вообще На самом деле Дорогие друзья Если вы Хотите Сделать Кормушку Дома Простенько Красивенько С каких-то Ну довольно-таки Доступных Экологических средств 21 век Интернет Там На радость Нам Есть Очень много Различных Вариаций Самое главное Дорогие друзья Вот Максимально Убедительная Просьба Многие 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 Там Ну скажем Схемы Рецепты Изготовления Кормушек Для птиц Не Предполагают Предпочтение Самих Птиц Поэтому Читайте Их Для начала Смотрите Что туда Входит А потом Не поленитесь Сделайте Опять же Google В помощь И узнайте Можно ли Тот Или иной Ингредиент Птицам Потому что Можно там Я не знаю Вот Многие Пишут Что Вот этот Рецепт Кормушки Изготавливается С Арахисовым Маслом Я Нигде Не нашел Что Птичкам Можно Арахисовое Масло Знаю Что Можно Мед Сироп Сахар Но По поводу Арахисового Масла Ничего Не сказано И Дабы Вы Не увидели Картинку Что У вас На подоконнике Сидит Не очень То Здоровая Птичка Или же Наоборот Не очень То Живая Дабы Избежать Таких Либо Вообще Под подоконником Там Будет Под деревом Я Сделал Кормушку Я Такой Молодец Поэтому Сразу Нужно Узнать Можно Ли Это Птица В Каких Количествах Можно И Используете Ли Вы Именно Натуральный Продукт Который Там У вас Утвержден Или Указан Обильно Мажем Решил Сделать Уже Две Знаете Щедрая Душа Да Так Смотрите Сразу Работаем На опережение Если Здесь У нас Немножечко Осып Пается Значит Надо Здесь Немножечко Подлить О Короче Разошелся Уже Парень Разошелся Вы Понимаете Уже Тут Такой Бурды Налипосил Потом Убирать Зато Смотрите Какой Мощный Бутерброд Получился Внутрь Засыпем Везде Позасыпаем Руки Поприлипали Зато Зато Есть Такой Человек Был Точнее Антон Павлович Чехов Так Не надо Делать В общем И у него Была теория Если На сцене Висит Ружье Оно Должно Выстрелить Па-бам Помните В начале Ролика Я вам Рассказывал За Салфет Салфеточки Которые Зачем То я взял Голова Вот Синьи Розовый Все Уже Ждем Пока высохнет Начинаем Все собирать В кучку И вешать На Деревце Там уже Прорастать Начали Мы забрали Самую Чащую Экопарковского Леса Приблизительно Вот там Ходит Медведь А вот Здесь Бескрайние Наши Просторы Ну что Взял Веревочку Взял Наш Хрест Думал Куда Подвесить И тут Мне в голову Пришла Гениальная Идея Мы нашли Вот такой Прекрасный Пень На который Мы просто Напросто Вот Так Вот Кладем Нашу Конструкцию Ну сейчас Я тут Веточек Еще Подложу И сюда Мы оденем Наши стаканчики Я отправляюсь Домик За стаканчиками А вы Приглядите Чтоб никакие Мартыны И бобры Это не съели Есть еще один момент Не забирайтесь Глубоко В чащу леса Слишком далеко Придется бегать Ну что Наши стаканчики Уже подсохли Я еще раз Напомню Нужно использовать Либо же бумажные Втулки Либо же бумажные Стаканчики Потому что Мы все таки Делаем Экологические Кормушки То есть Это то Что не повредит Экологии То есть Бумага растворится И все Всем будет хорошо Ну и естественно Птичкам Это тоже не навредит Идем Вешаем на наш Хрест Делал небольшие Подкладочки Подкладочки Чтоб Ну птичкам не было Знаете Чтоб они не только кушали Точнее Только кушали Они кушали И веселились И все Очень аккуратненько Берем Одеваем наши Стаканчики Наш крестик Отличненько Одеваем И Крайнюю Кур Пуньк Все Вот такая вот Кормушка Которую можно И подвесить И поставить В общем Найти 500 тысяч Применений Но у нас еще Осталось Одно Незаконченное Дело Моя Благодарная Душа Точнее Благородная Сделал еще одну Здоровезную Кормулину Пушка Базука Вообще Базука Среди Кормушек Осталось нам Найти Применение Для нее А для нее Находится Применение Очень просто Ищем Красивую Веточку Которая Смотрит Куда-то На закат И на нее Одеваем Нашу Кормушку Пойдем Оказалось Если У нас Есть Достаточно Свободного Времени И мы Можем Намазать Несколько Слоев И несколько Раз Обволочь То палочка Получится Еще вкуснее Еще Лакомее Поэтому Ну пока что У меня Подсыхало Я эту Мазал Обматывал Обматывал Поэтому у меня Получилось Чуть-чуть Лучше Чем должно Было быть Итак Ну что Есть у нас Веточка Прекраснейший Контингент Кандидат Да В общем Все очень просто Делаем Вот такую Вот штучку И все Вот почему Я называл Эту кормушку Базукой Потому что Она стреляет Во всех Голодных Своим Обилием Еды И выбора В общем Дорогие друзья На сегодня Наш выпуск Закончился Поэтому Не забываем Делать Свои кормушки Присылать нам Фото на почту Снизу И вы Обязательно Получите Подарочки Всем пока Редактор субтитров